Всем привет, это ТОП ДОТА. Мы уже с вами запускали дотан на телефоне, играли в него через VR очки, а сегодня мы будем катать в него на джойстике, ну или на геймпаде, как вам больше нравится. Суть всё равно одна, я покажу как играть в доту вот на вот этом. А если наберём 3 косаря лайков, то в следующий раз будет что-то ещё более дикое. Поехали! Я думаю уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или забустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай, и этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA. Ссылка в описании. Сразу же у вас может возникнуть вполне резонный вопрос – нахера этим заниматься? Вдруг вы не приемлете компьютерный гейминг, но хотите поиграть в дотку? Или вдруг Габен завтра выпустит доту на PS4 и устроит International на геймпадах, а вы к тому времени уже будете на скиле и увезёте Aegis. Хорошо ведь? Конечно хорошо! Так что давайте разберёмся. Короче, понадобится нам дотка, геймпад и одна программка, которая соединит эти две несовместимых штуки воедино. Клиент защиты древних я думаю у вас уже есть, гейпад можно купить в ближайшем магазе за 500 рублей, а софтина называется Joy2Key. Ссылка на неё есть в описании или в гугле. Принцип действия этой программы чрезвычайно прост. Она эмулирует нажатие клавиатурных кнопок. То есть вы будете жать джойстик, а ваш компьютер будет думать, что вы прикоснулись к его клавиатуре. И теперь давайте приступим к настройке. Открыв эту нашу штуку мы видим кучу непонятных кнопок, каждую из которых нам нужно будет забиндить. Например, на моём элитном геймпаде фирмы Dialog есть целых 32 кнопки, если верить программе. Но по сути их 24, потому что стики повторяют действия обычных вот этих хардовых клавиш. Я их использую для движения камерой и для движения курсором. Так что можно сказать, что у нас ещё минус 8 и в итоге остаётся 16. 16 кнопок по идее как раз хватит на всю фирму. И на скиллы, и на инвентарь, и на бог знает что вам там ещё нужно. Я себе сделал лайтовый билд, покажу вам его чуть позже, а сейчас всё-таки о том, как же что тут настраивать. Жмём на кнопку, которая нас интересует и выбираем какой клавише на клавиатуре или мышке она будет соответствовать. С клавой всё понятно, просто жмакаем кнопку и она биндится. А вот чтобы задать стику движения курсора, чтобы банально передвигаться и двигаться, нужно играть вот с этими вот ползунками. Больше же никаких сложностей нет, так что можете изи врываться на сцену геймпад гейминга, джойстик гейминга, в общем врывайтесь. Но конечно же не будьте мудаками и не лезьте сразу же в матчмейкинг, если вы и наточите свой скилл на геймпаде до того левела, чтобы нагибать как на мышке, то явно не за 5 минут и катку вы тиммейтом испортите. Так что сначала сгоняйте пару раз с ботами, если конечно выдержите. Я вот взял себе хардкорного Леорика и… могу сказать что на геймпаде он без сарказма хардкорный, потому что на консольках я никогда не играл и для меня этот экспириенс сравним с экспириенсом 60-летней бабушки, которой купили первый смартфон. В общем сложно. Пишите в комменты, будете ли вы пробовать такую дичь, пишите в комментах на каких устройствах, с какими девайсами и как ещё можно извратиться с доткой, я обязательно это сделаю и запишу видосик. Ну и спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайк, оформляйте подписку и рассказывайте друзьям. Удачи!